Информация для создания мультфильма, что нужно для написания сценария. 1. Идея. 2. Оглавление. 3. Вселенная повествования. Дикий запад. 4. Сотворение главного героя. 5. Система действующих лиц. 6. Типы конфликтов. 7. Создание врагов. 8. Выбор сюжета. 9. Формат жанра. 10. Сюжетные точки истории. 11. Сценарий. 1. Идея. 1. Что может изменить жизнь. 2. Оценка потенциала замысла. 3. Исследовать тему и найти материалы. 4. Конструирующий принцип истории. 5. Найти главного героя. 6. Сформулировать основной конфликт. 7. Найти причину конфликта-следственную связь между событиями. 8. Метаморфоза в личности героя. 9. Сформулировать моральный выбор героя. 10. Оценка привлекательности для зрителя. 2. Оглавление. За локацию событий я взял Г. Дедвуд США, Южная Дакота. Чтобы понимать происходящее в годы событий мультфильмов, в тех местах пришлось полистать историю тех мест, и вот краткие события тех лет, в которые я хочу поместить персонажей. Первые поселенцы назвали его в честь мертвых деревьев, найденных в его ущелье. Город переживал свой расцвет с 1876 по 1879 год, после того, как там были обнаружены месторождения золота, что привело к золотой лихорадке в Блэк-Хиллз. Город прославился своим беззаконием и местом, где может всякое произойти. В эти годы я намерен поместить начало мультфильма. Действие происходит после войны в США 12 апреля 1861 года по 9-е 1865 между Союзом и Конфедерацией и главной причиной войны был статус рабства. Отмена рабства была 1 февраля 1865 год, но многие штаты ее не ратифицировали. Эта информация взята для построения сюжетной линии. Три вселенные повествования. Первое место действия истории. ГД-2.2. Детализация вселенной. Территория, продуваемая ветрами малорастительности. Три время во вселенной повествования. 1866-1895 год. Четыре сотворения главного героя. Один. Кто ваш персонаж? Два. Где он находится? Три. Что он делает? Четыре. Зачем он это делает? Пять. Чем все закончится? Семь шагов становления героем. Один. Слабость. Нужда. Два. Два стремления. Три. Противник. Четыре. План. Пять. Схватка. Подобрать для нее самое замкнутое место повествования. Шесть. Прозрение. Семь. Новое равновесие. В жанре есть один герой, но есть жанры, где их несколько. Чтобы создать несколько героев, их нужно каждого провести по семи этапам. Герой, не прошедший семь этапов, не может быть главным. У героев один цель или один герой выступает противником другого в одной и той же ситуации или проблеме. Интрига героя из разных мест собираются в одном месте в ограниченном времени один день, одна ночь, чтобы показать прогресс и перемены. Один. Герой обязательно обаятелен и привлекателен для зрителя. Два. Зритель должен сравнивать себя с ним. Три. Зритель сопереживает ему. Четыре. У героя должна быть не только психологическая, но и моральная нужда. Пять. Система действующих лиц. Один. Название «Псы» тоже улыбаются. Два. Формат. Полный метр. Три. Жанр. Вестерн. Четыре. О чем история. Это история о том, как Гейл-герой желает разбогатеть, изменив себя в борьбе со злом. Пять. Действующие персонажи. Анкета персонажа. Досье на главных героев, имя, пол, возраст, роль в сюжете. Таблица помогает отслеживать, насколько герои похожи или не похожи между собой. В характеристиках важны различия, это поможет сталкивать между собой персонажей. Пример. Один. Форст. Двадцать пять лет. Неудачник. Цель. Любовь. Конфликт. Бен пытается убить Ферста. Два. Бель. Двадцать лет. Дочь. Богатея. Цель. Встретить нормального парня. Конфликт. Боится бросить Бена. Три. Бен. Тридцать пять лет. Типичный бандит. Цель. Стать боссом банды. Конфликт с Ферстом мешает ограбить банк. Четыре. Танин. Минус пятьдесят лет. Главарь банды. Цель. Избавиться от Бена. Конкурента. Конфликт составляет конкурицею. Нужно рассказать о второстепенных героях их жизнь, проблемы, желания заставить сопереживать зрителя. Протагонисты и антагонисты. Протагонист – персонаж ключевой, чьи поступки продвигают действия вперед. Антагонист – мешает герою достичь своей цели. Три классических героя. Драматический побеждает благодаря своим стараниям, трагический, который терпит поражение, комический, который побеждает несмотря на ВС. Персонажи переживают всегда внутренние и внешние конфликты. Лучше ограничить число главных персонажей. Мотивация руководит героем. Была предыстория, потом началась жизнь в сценарии. Имена рассказывают о характере. Диалог диалоги пишутся после того, как готова структура сценария. Использование кратких и емких предложений. Качество сценария состоит из характера персонажей, замысла, действия, диалогов, места действия – 6 список идей. 6 типы конфликтов. 1. Человек против человека. 2. Человек против природы. 3. Человек против себя. 4. Человек против машины. 5. Человек против судьбы. 7. Создание врагов. Цель создать для героя одного противника и вести в сцену еще одного или двух. У каждого противника есть способ давления на героя, шантаж, долг, и т.д. 1. Герой архетип. 2. Противник. Этическая проблема. 3. Герои побочные линии. Противник законченный злодей и он не в состоянии понять, когда и почему он поступал дурно. 3. Должны быть связаны по архетипу, сюжетной теме, по конфликту противопоставлению. Герои и противники должны учить друг друга. Поступки персонажей. 1. Цена за получение желаемого. 2. Изменения при получении новых знаний. 3. Если нет изменений, объяснить, почему персонаж не меняется. 8. Выбор сюжета. 1. Архисюжет. 1. Причинность. 2. Закрытая концовка. 3. Линейное время. 4. Внешний конфликт. 5. Один главный герой. 6. Постоянная реальность. 7. Активный главный герой. 2. Минимализм, мини-сюжет 1. Открытая концовка. 2. Внутренний конфликт. 3. Несколько главных героев. 4. Пассивный главный герой. 3. Антиструктурный. 1. Случайность. 2. Нелинейное время. 3. Непостоянная реальность. 9. Формат жанра. 1. Детектив или криминальная драма. 2. Любовный роман. 3. Сказка. Семейный. 4. Бэвик. 5. Вестерн. 6. Комедия. 8. Военный. Длина сценария от 90-120 страниц. 1. Стр. 1 минута экранного времени. А экспозиция 30 Стр. Кульминация 60 Стр. В развязка 30 Стр. 10. Сюжетные точки. 1. Сюжет 1. Экспозиция. 2. Провоцирующий инцидент. 3. Поворотная точка. 2. Сюжет 1. Отправка в путь. 2. Центральная точка. 3. Поворотная точка. 3. Сюжет 1. Кульминация. 2. Финал. Экспозиция. Жизнь героя до... Прибытие в Дэдвуд. Знакомство с Мастерсоном. Провоцирующий инцидент. Отправка в путь. Столкновение с бандитами. Точка невозврата. Нет возможности отступить. Поворотная точка. Выследи банду. Спасли девчонку. Бегство. Плен. Трагические смерти. Кульминация. Ферст и Белль движутся домой. Встреча с армией. Возвращение Белль домой. Поимка промышленника. Ферст становится шерифом. Финал. Ферст возвращается в Дэдвуд. Белль приезжает к нему. Новая жизнь. Дополнение. Что еще может пригодиться? 1. Ошибка. Без знаний. Приступать к масштабным историям. 2. Мало действий в истории должно быть больше действий, меньше описания одежды декорации. 3. Не использовать мыслительные глаголы, а герой подумал. Б. Герой понял. 4. В сюжете. Звездочка. Противник. Загадка. Звездочка. Противник. Союзник. Звездочка. Противник. Враг. 5. Система символов, а символические поступки, символические предметы, в создать свои символы. 6. Нужно показать. Звездочка. Неодобрение. Союзника. Звездочка. Мнимое поражение. Звездочка. Второе открытие и новое решение. Звездочка. Одержимость целью. Звездочка. Новое желание и мотив. Звездочка. Прозрение зрителей. Аудитории. Звездочка. Полоса препятствий и встречи со смертью. Звездочка. Саморазоблачение. Звездочка. Нравственные выборы. Звездочка. Новое равновесие. Звездочка. Последовательность открытия. Звездочка. Рассказать, какие действия принял герой-враг и почему он поступил именно так. Звездочка. сообщить какие-то сведения о персонаже, а какие-то держать в тайне. Звездочка, читатель додумывает историю разгадывая загадки, если этого нет, зритель перестает смотреть. Звездочка, поступки персонажей цена за получение желаемого. Звездочка, драма, перелом, толчок. Звездочка, мир вымысла, он не отражает реальность. Звездочка, как разыграть трагедию с маленьким человеком, не запутав читателей и зрителей, показывая события поочередно прошлого и настоящего, продолжать повествование и оставить надежду о горьком финале. Звездочка, показать сложную социальную систему. Звездочка, герой совершает месть и становится злодеем зеркально. Звездочка, события должны помочь сделать выбор и измениться. Звездочка, герой не должен быть один, он должен быть связан с персонажами, чувствами веры и т.д. Звездочка, у каждого свое назначение. Звездочка, у каждого функция, помогающая обрести истории полноту. Звездочка, действия любого должны развивать и менять сюжет. По эпизодний план, по эпизодник, сюжетные точки, по актам, краткое описание сцен. Один акт знакомства зрителей с героями их историями, характерами и мотивациями. А герой, прибывший узнать все о Форсте и найти золото. По инвалид, который располагает информацией. А один Форст прибывает в город для заработка и изменить жизнь к лучшему. По один шериф Мастерсон, с чьей помощью Форст добьется успеха и изменится. Также захватывает темы персонажей массовки их функцию в мульте. Два акт мифологема дороги на которой герои встречаются с бандитами и дорога является тем, что должно изменить всех. Основные события герой, начинает меняться, действовать, развиваться. А Форст видит убитых в поезде ренджеров и деньги, и его подмывает их взять и свалить в закат, но останавливает чувство чести. Мастерсон в виде метания и взгляд Форста говорит ему, взяв слиток из его рук, оставь парень в его блеске, нет того, что тебе нужно. Преследуя бандитов в виде смерти, не в первый раз он понимает, что желая разбогатеть, многие умерли, а богатство у них не появилось. Разговоры еще раз помогают сделать выбор. Встреча с Белль дает Форсту романтические планы, все больше уходя от богатства к душе и миропорядку. Триакт, самая динамичная сцена и эмоциональные действия приближаются к развязке события. Бой, стрельба, смерть шерифа и Танина, счастливое спасение уводят Форста в сторону семьи справедливости и мирной жизни. Мастерсон, умирая, не предал своих убеждений, а Танин так и не смог понять, когда и почему он поступал дурно. Хороня Мастерсона и бандитов, Форст находит золото, копая могилу и отказывается от него, решает скрыть это и от тех, кто рядом, чтобы смерти остановить. По пути назад встречают армию, Бэль возвращается домой, Ферст с армией окружили остатки бандитов и вернулся с назначением шерифом в Дедвуд. Бэль понимает, что была неправа к матери и отцу и что они ее оберегали от таких событий. Форст как бы продолжает жизнь шерифа Мастерсона в Дедвуде, став новым шерифом и женившись на Бэль создает семью. Возвращение Форста в общество в качестве лидера, а не юнца с дурными желаниями в начале. Пьес Бун является Форстом, его дети живы, Бэль умерла от оспы, он остался в Дедвуд, о том, что он Форст знал только врач, который его спас от смерти после взрыва, который произошел, когда Форст пытался предотвратить незаконную добычу предполагаемого места с золотом черных копателей. Немного ненужной, возможно, инфы Форсту было 25 в 1866, а Буном он стал в 1895, и того 55 лет в то время старели рано. Доктору на момент взрыва должно быть 65, он его спас на момент 1895 год, Форсту 55 лет, Бэль умерла от оспы где-то в 43-45 лет, чтобы понимать разницу в годах и не вписать кого-то 100-летним стариком. Сценарий. Завязка-развязка кульминация. Вариант сюжетных точек по актам раскрыть поступки персонажей. 1. Цена за получение желаемого 2. Узнавая новые герои и персонажи меняются. 3. Если не меняются, показать почему. Сначала анализируем конец мультфильма и смотрим с чем и какими качествами герой остался в конце, затем движемся в начало и прорабатываем то кем и с чем он был, следом переходим к середине мультфильма и прорабатываем то, что должно произойти, чтобы он стал тем, кем он является в конце мультфильма. В мультфильме есть сюжеты с разными персонажами и чтобы показать их применяется монтаж сцен, чтобы получить единую сцену. Герой не должен быть один в истории, а быть связанным с второстепенными персонажами, которые через чувство знания и действия меняют как друг друга, так и создают противоречия и конфликт множества вариантов. Показать сложную социальную систему. Слабость психологическая и моральная, обычно в середине, герой имеет слабость и пытается достичь цели и меняется. Пример оформления. Что такое титр? Нат. Инт. Вид места указывается сокращением Нат. Или Инт. Натура, съемки на природе, или интерьер. Титр. Это титры. Нат. Холм ночь юноша идет обратно, пол экрана занимает предрассветное небо, пол экрана земля, он посередине. Нат. Индийский лагерь ночь юноша подходит к лагерю, заходит в одну из типи. Инт. Индийская типе ночь в палатке горит очаг. Юноша пробирается вглубь палатки. Он нагибается и будет спящего человека. Юноша дедушка. Дедушка, седой старик, просыпается, садится и смотрит на него. Имя героя появляется перед речью персонажа после описания действия. С его помощью вы показываете, кто автор прямой речи. Если в литературных формах допустимо опускать имя персонажа в диалоге, то здесь строго подписывается каждая реплика. Совет, не стесняйтесь подробно описывать действия. Здесь вы можете развернуться как сценарист. Не нужно просто писать «герои целуются», «герои дерутся», «герои ссорятся». Лучше расскажите, как они тяжело дышат, улыбаются, ходят по комнате, роняют или разбивают от волнения предметы. Создавайте картинку при помощи слов. Но увлекаться деталями и становиться многословными тоже не стоит. Старайтесь делать куски описаний короткими, но емкими. Реплика героя-диалоги в сценариях оформляются не как в книгах или статьях, а отдельными репликами. Пишется строчными буквами по всем базовым правилам русского языка. Реплики разных героев обозначаются именем героя и отбиваются пустой строкой. Советы опытных сценаристов каждый делает свою работу. Не надо думать за оператора и писать «камера наехала», «камера отъехала», постоянно выделять крупный и средний план. Оставьте эту работу специалистам. Не важно, как зовут уборщицу. Вам не нужно придумывать имена всем родственникам и проходным персонажам фильма. Смело пишите роли в сюжете «уборщица», «сосед», «коллега», «бабушка» у подъезда. Именно так, прописными буквами. Пример написания сценария к фильму «Бай Макс Благоразумов, он 15.06.2017». Вашему вниманию один из примеров сценария к фильму по книге Макса Благоразумова, написанный на заказ. 43. Сцена. Над. Деревня. Улица возле кинотеатра. Поздний вечер. Зима. Х. М. 0 часов 00 минут 40 секунд. Андрей 12 лет. Заканчивается киносеанс. По ступенькам из кинотеатра выходят люди. За углом кинотеатра, стоит парень низкого роста, худощавый, одет в куртку с капюшоном, выглядывает. Андрей выходит, застегивает шубу, завязывает шапку-ушанку. Рука парня сжимает кастет, нога делает шаг вперед из-за угла, парень накидывает капюшон. Андрей идет по дороге в ту сторону угла кинотеатра, где стоит незнакомец. Парень ускоряет шаг, резко выходит и идет на Андрея, ударяет его кастетом в подбородок. Андрей пытается устоять на ногах, падает, незнакомец скрывается. Андрей летит спиной на снегу и держится руками за горло, кашляет. Примечание, камера снимает план сверху с крупного отъезда на общий. Андрей лежит на снегу, корчится и кашляет, люди проходят мимо, кто-то останавливается, смотрит и после проходят мимо. Примечание, данный прием показывает, что Андрей с детства был наедине со своими проблемами и получал удары от жизни. Планирование сцен драки и погони. Один определить, как сцена драки вписывается в историю. Сколько персонажей будут участвовать в драке и на какой стороне каждый персонаж. Время суток и умонастроение персонажей. Будет эта драка не на жизнь, а на смерти или незначительными травмами. Определить, если убрать сцену драки, развалится или нет, история, если да, то у драки точно есть цель. Два. Разместите бой в динамичном месте. Драка в глубоком овраге. На лодке в океане или на реке. На крыше поезда или здания, опасность от одного неверного движения. Драка происходит в гараже или в месте, где можно хватать разные предметы. Импровизация оружия, три мотивация в драке. Что может получит, что может потерять, какие у него способности, тип подготовки, есть ли культурные представления о драке в случае смерти или поражения, как зритель отнесется к тому или иному персонажу. Четыре. Сильные и слабые стороны, каждого боятся. Сильный и слабый боец слабый должен победить умом и сообразительностью или случайностью или хитростью. Опытный и неопытный боец. Пять. Схема действий, которую будут предпринимать в бою персонажи. Расположение персонажей в сцене. Передвижение в сцене. Краткое и понятное описание в сцене. Шесть. Добавление перерывов в бой. Непрерывная драка может надоесть. Прерывать в середине боя. Диалоги меняют темп боя. Давать персонажам вздохнуть. Продумать следующий ход. Семь. Ставки для боя. Если герой проиграет, то он не сможет помешать злодею. Уничтожить город. Проигрыш в дружеской схватке. Подвергнут испытанию. Честь и навыки. Ставка смерть. Неприятность. Друзья дерутся друг с другом. Позволить одному. На время удерживать верх. Создать кульминацию боя. Завершить битву. Предложив решение. Или он побеждает, или уходит с обещанием отомстить и ТД-8. Развитие индивидуальности персонажа. Боевой стиль вашего персонажа скажет многое зрителю или любитель с уличной смекалкой или с техническим мастерством. Есть ли у них милосердие или побеждают любыми способами. Драка вызывает изменения в личности. Дерется в безрассудной манере. Персонаж проложил кровавый след к врагу и ему нужно больше сил, чтобы поступить по-человечески гуманно и проявить милосердие. Девять. Добавить внутренние мысли персонажам. Десять. Используйте слова, которые могут обострить пять чувств, слух, зрение, осязание и обоняние. Как пахнет и какой вкус у драки. Как ваши персонажи физически взаимодействуют друг с другом оружием или предметами использовать звукоподражание, например, раздался взрыв бум, описать вкус пота на губе, вкус пота, запах едкого дыма, чувствует ли ваш персонаж, запах бензина, моторного масла или океанский бриз, запахи могут присутствовать на месте драки. Десять. Диалоги в бою для создания эмоции. Можно разбить действия, подчеркнуть мотив. Отпустить остроумную шуточку, сказать последнее слово в конце боя. Прощальный кадр в конце боя может понравиться зрителям. Око ты победил, но тебе от нас не сбежать, взмах ее кинжала прервал его хриплое дыхание. Одиннадцать. Меняйте динамику в момент боя, то побеждает один, то другой. Двенадцать. Персонажи могут совершать ошибки в момент боя. Тринадцать. Не увязнуть в деталях, если бой сложный и требует визуальных эффектов. Избегать подробного описания действий каждого персонажа. Четырнадцать. Короткие диалоги. Пятнадцать. Длина битв в сцене зависит от вас, но эпическое кульминационное сражение должно занимать много страниц. Шестнадцать. Показать последствия драки. Что будут чувствовать персонажи после боя? Дать реалистичный срок для восстановления здоровья. Если персонаж получил ножевую рану, нужно показать период восстановления, а в будущем шрам, если персонаж впервые дерется, то показать шок-страх. Пример. Когда пыль осела, я стоял посреди этой бойни тяжело дыша. Хотя многочисленные синяки и порезы болели, я понимал, что на правильном пути. Семнадцать. Отредактируйте сцену, удалив ненужную или добавить что-то. Пример. Баффина считала в комнате восемь вампиров, хотя было темно, и их могло быть больше десяти. У нее было по двум кола в каждый рук и еще два засунуты в задний карман. Вампиры уставились на нее кровожадные и готовые убивать. Она осмотрела комнату и свое оружие. Готовы? Спокойно спросила она. Не дожидаясь ответа, она отводит руку, готовясь вонзить кол вампиру, который к ней ближе. Один сценарий для средней группы. Шесть человек. Встречный бой. Оборона. Нападение. Засада. Конвой. Не боевка, а разведка. Зачистка. Два сценария для средней группы. Десять-двадцать человек. Штурм. Здание. Прочесывание. Лесопоиск. Снайпера. Штурм. Укрепление в городе-лесу сценарий погони. Погоня всегда придает драйву в любую историю. На бумаге погоня должна длиться столько же, сколько и сцена на экране. Кроме сцен гонок погоня должна иметь один начало, два кульминация, три финал и хоть один сюжетный поворот правила погони. Преследователь и преследуемый. Преследователь может стать преследуемый, если наткнется на более много человек и ударится в бегство. Преследуемый должен иметь расстояние от преследователя, не должны быстро нагнать преследуемого погони. Преднамеренная осознанная активность прекращения погони. Преследуемый или преследователь падает, догоняет преследуемого. Завязывается бой. Преследуемый уходит от погони. Спрятался с учетом, что он ускользнул из поля зрения преследователя. Используется только в критических моментах, когда вы точно уверены, что она должна произойти, определиться погоне, пешая на лошади, машине и т.д. в погоне, подкидывайте осложнение как преследователям, так и преследуемым ловушке как вариант. Ловушка не должна заявлять о себе и может появиться, когда персонажи уже попали в нее. Информация, видимая ловушка, хоть одна выбор последствия, результат нельзя просто воткнуть ловушку в коридоре, ее нужно связать с окружением, возможен проход в гробницу и т.д. список ловушек. Звездочка, яма с шипами, стенки ямы скошены вниз и смазаны жиром, яма скрыта с водой, с пираниями, стены с прорезями для стрел шипы на опускающемся потолке. Подвесной мост с надрезанными канатами, зыбучие пески, логово гигантских пауков, персонажу нравится девушка, он может просто сказать это другому персонажу или показать это неловкими действиями, взглядом за этим интереснее наблюдать. Вовлечение в историю, когда персонаж чего-то не знает, например, показали зрителю спрятанную бомбу, а герой об этом не подозревает. Классический прием, и вот зрителю неважно о чем герои говорят. Зритель ждет разрешения критической ситуации. Действия, а не слова. Раскадровка. План сюжета разбить на карточке. На карточках описать эпизоды и действующие лица. 1. Введение в раскадровку 1. Что такое раскадровка? Раскадровка, это практика создания эскизов по сценарию, идея. Это важная часть черновой обработки любой анимации. Раскадровка, это расположенные в ряд и нарисованные от руки эскизы или визуальные картинки на основе сценарных заметок или диалога для визуализации анимации перед обработкой. Каждый отдельный кадр в раскадровке представляет собой тип снимка, ракурс, движение или спецэффект для эффективного рассказа истории. 2. В чем состоит цель раскадровки? Раскадровка позволяет производственной группе визуализировать и развить идею, проявить и протестировать концепты и выявить любые потенциальные препятствия в структуре или раскладке истории перед тем, как она пойдет в обработку. Зачем нужна раскадровка? 1. Это пошаговое руководство к процессу обработки, помогающее управлять временем обработки и сохранить деньги. 2. Выстраивает связь со зрителем, а также между членами производственной группы, работающими над проектом, чтобы все могли взять за основу один образец. 3. Помогает передать видение и понимание истории. 4. Помогает в направлении производства. 5. Что важнее всего, используется для продажи, презентации идеи клиентам для получения финансирования. 3. Кто руководит и делает раскладку раскадровки? В зависимости от типа съемки или бюджета директор может объяснить художнику-раскадровщику свое видение и внести свой вклад в процесс раскадровки. Однако, в большинстве случаев бюджета нет, и вам нужно будет разбить сцены и положиться на свой собственный опыт в распоряжении кадрами, которые вам кажутся подходящими. Основа раскадровки. В практике и понимании того, как работает обработка движения. Смотрите много фильмов, сериалов или реклам и постарайтесь учиться зарисовывать сцены во время просмотра. Посмотрите на ракурсы и на то, как разрезается и визуально представляется история. Помните, что раскадровка – это не покадровая разбивка, а развитие сцены за сценой, где каждая сцена должна соответствовать цели в раскадровке. 1. Что такое формат телевизионного изображения? Как вы знаете, в раскадровках показаны серии картинок того, что зрители увидят на экране. Они показаны в форматах, называемых панелью раскадровки или рамкой раскадровки, что обычно является прямоугольной рамкой в цифровом виде или на бумаге. Размер и форма панели различаются в зависимости от того, что называется форматом изображения, соотношение между шириной и высотой вашего видео. Самые распространенные форматы – 4,3 и 16,9. Формат ТВ изображения – 4,3 HDTV, 16,9. Стандартный широкоформатный – 1,85,1. Аноморфированный – 2,39,1. Обратите внимание, что параметры ваших панелей должны быть такими же, как формат изображения, в котором в конце будет анимация. 2. Какие есть типы снимков? Есть несколько разных типов снимков, о которых нужно узнать перед началом. Мы пройдемся только по базовым снимкам. Обратите внимание, что большинство снимков названы так из-за связи с объектом в рамке на панели. Съемка дальним планом – ЕС, обычно показывается в начале сцены, чтобы представить место действия, например, остров, школа, подвал и т.д. Съемка крупным планом – это вид с близкого расстояния. Они часто используются в эмоциональных сценах, чтобы показать реакции или создать близкое знакомство. Они могут также увеличить накал, показать персонажа или предметы поближе или сделать акцент на действии. Сверхкрупный план – ЭК или КСК – используется по минимуму, обычно когда нужно добавить драму или фокус событию или сцене, либо показать агрессию или дискомфорт. Среднекрупный план – МС или средний план – это рамка от талии персонажей выше. Обычно используется, чтобы показать эмоции и реакции, либо диалоговую последовательность. План средней дальности МК – то, что иногда называют «голова и плечи». Это обычно снимок головы от плечей вверх для фокуса на выражение лица персонажа или во время диалоговых сцен между двумя или тремя людьми. Общий дальний план – ЛС, также известный как среднеобщий план – это снимок, снятый с расстояния. Он обычно используется, чтобы показать всего персонажа или объект, и когда вы хотите выделить что-то между объектом и его окружением или снизить напряжение в сцене. Это как дать передышку событию, действию. Средний дальний план – МЛС, обрамляет объект от колени и выше. Это микс между среднеобщим планом и средним планом и обычно используется, когда в рамке есть группа людей или если вы хотите показать руки и выражение объектов. Сверхдальний общий план – ЭЛС или КСЛС. Это более дальняя дистанция и используется для установки обстановки окружения. 3. Что такое базовые съемочные ракурсы? Ракурс – это то, откуда снимает камера. В раскадровке всегда представляйте себя держащим камеру, спрашивайте себя, как лучше всего отобразить действие или объект в сцене. Сделайте это устанавливая самый эффективный ракурс. Ракурс взглядом персонажа – ПОВ используется, когда вы хотите, чтобы зритель понял, что видит персонаж. Вид может быть близким, средним или дальним. Кадр, снятый через плечо ОС или ОЦ, также известный как Третье лицо, это взгляд из-за спины человека по направлению к объекту. Обычно используется между людьми в разговоре и обрамляет одного человека, вещь на стороне рамки. Средний план – это ракурс, где два объекта находятся вместе в одной рамке и обычно разговаривают. Рисуя диалоговые рамки, переключайтесь между средним планом и третьим лицом. Съемка с низкой точки, взгляд снизу, ракурсы, которые смотрят снизу вверх на человека, предмет. Съемка с верхней точки, взгляд сверху, ракурсы, которые смотрят сверху вниз на человека, предмет. 4. Что такое стандартное движение камерой? Далее давайте познакомимся со следующим списком движений камерой. Панорама, наклонная панорама. Камера установлена на треноге и двигается вправо или влево. Наклон, когда двигается вниз или вверх. Наезд, отъезд камеры, когда линза настроена на приближение или удаление, используется для повышения важности чего-либо. Нарисуйте стрелки от края панели внутрь, наружу. Тележка на рельсах, на которую устанавливается камера, похожа на приближение, но вся камера движется по направлению к объекту или от него. Используйте толстые стрелки, чтобы показать ее движение. Наезд, отъезд камеры похож на тележку, но вся камера двигается слева направо и наоборот. Горизонтальная панорама, когда камера вращается по сторонам в одном направлении, часто используется в диалоговых сценах, во время следования за объектом или обнаружения чего-то рядом. В раскадровке нарисуйте стрелку в направлении камеры. Дорожка записи, еще один способ следования за объектами. Это когда камера двигается и следует за объектом, движением без обрезки. Обычно используется в циклах ходьбы, обозначается стрелкой в движении направления. Может быть ручной или на тележке. Ручная камера, это переносимая в руках камера для придания более естественного документального ощущения сцене, обычно используется в сценах с полицией или войной. Рамочный фокус, когда камера фокусируется на объекте на переднем фоне, а задний фон размыт, а затем наоборот, фокус смещается на четкий задний фон и размытый передний фон. В раскадровке нарисуйте, где начинается фокус, и добавьте прямоугольник, когда фокус смещается. 3. Искусство раскадровки 1. Перед началом раскадровки теперь давайте взглянем на искусство создания раскадровки. Перед началом соберите свои записи, перечитайте сценарии и поищите все нужные материалы. Клиенты могут предоставить некоторые образцы, но в большинстве случаев вам нужно будет собрать свои. Задайте клиенту несколько вопросов перед раскадровкой, у вас есть сценарий или разбивка сценария по местам съемки. Для кого это раскадровка? В цвете или черно-белая? Бюджет. В каком формате? Есть ли справочный материал? Дата сдачи? 2. Что такое миниатюры? Перед началом иллюстрации раскадровки вам нужно разбить сценарий, чтобы изучить сцены и перенести их на отдельные раскадровочные панели. Самый простой способ – создать миниатюры сцен. Миниатюры – это грубые эскизы раскадровочных панелей, быстрая иллюстрация из фигурок, заметок и разложенная последовательность событий на странице. Они нужны для быстрого определения того, как будет использован каждый снимок, ракурс, движение. Они также помогают оценить, какие картинки нужно внести в раскадровку, а какие – нет. С миниатюрами вы можете быстро оглядеть все и проанализировать всю анимацию на отдельных панелях перед тем, как приступить к самой раскадровке. 3. Как разбить сценарий после того, как вы создали миниатюры сценария и собрали весь материал, пришло время нарисовать рамки. 4. Определите соотношение сторон, что нужно показать на каждой панели и затем преобразуйте эти идеи в серию раскадровочных панелей. Определите, какие элементы, персонажи, объекты, фон, будут в каждой рамке, и лучший ракурс для передачи события. 5. Как пометить раскадровочные панели? Научитесь помечать свои кадры правильно, чтобы они шли по порядку и вам с командой было удобно. Есть несколько способов эффективно пронумеровать раскадровки. Вкратце, процесс похож на раздачу идентификационных номеров каждой панели. Если вы используете раскадровочную программу, она автоматически расставит номера панелей. Однако, если вы не пользуетесь программами, и клиент, директор хочет подвинуть, добавить или удалить панель, вы не можете назвать панель, например, панель подчеркивания 6 подчеркивания новый подчеркивания новый подчеркивания новый. В итоге вам понадобится найти старые, новые файлы, и это будет беспорядочной, времезатратной проблемой. Продолжение следует... Продолжение следует...